Добрый день! Прогнозы по росту экономики на этот текущий год были понижены с показателя 1,1% до 0,9%. Это обусловлено двумя факторами. Первый фактор – это высокий рост импорта. Это связано с тем, что внутренний спрос увеличился. Второй фактор заключается в том, что государственные потребления сократились. Лоительство по-прежнему поддерживается жестких экономических мер, что оказывает негативное давление на активность. По этим причинам Центральный банк Португалии принял решение пересмотреть прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Что касается экономической ситуации в Португалии, на сегодняшний день в последних кварталах мы наблюдали постепенное восстановление внутреннего спроса. Мы отметили подъем потребительского сектора, рост инвестиций. Время программы кредиторов «Тройка» внутренний спрос сокращался, начиная с 2014 года и до середины прошлого года. На сегодняшний день мы наблюдаем постепенное восстановление внутреннего спроса. Завтра Карлос Коста представит свой отчет, посвященный экономике Португалии. Ранее он говорил о том, что Португалии необходимо достигнуть целевых показателей по бюджетному дефициту. Как вы думаете, над чем он сфокусирует свое внимание в этот раз? Я думаю, для начала Карлос Коста подведет итоги по бюджетному дефициту. Центральный банк недавно представил проект по бюджету. На следующий год дефицит по бюджету составляет 2,7%. Это немного выше целевых ориентиров «Тройки», но ниже допустимого уровня процедуры избыточного дефицита, который составляет 3%. А это означает, что меры по чрезмерному дефициту могут быть аннулированы в отношении Португалии уже в следующем году, если им удастся достигнуть этих целевых показателей. По-прежнему в Европейской комиссии ведутся дискуссии, несмотря на то, что правительству Португалии удалось достигнуть показателя по бюджетному дефициту менее 3%. Не совсем ясно, пришли ли они к этому, используя структурные меры. Еврокомиссия критикует Португалию за то, что их действия были не сильно структурированными. В свою очередь, правительство Португалии оспаривает такое заявление. Они утверждают, что использовали сильные структурные меры. Основная проблема заключается в том, что способ подсчета роста ВВП изменился. Именно поэтому структурные меры не так заметны, как раньше. Европейский центральный банк во время своего заседания будет фокусировать свое внимание на бюджете, а также на государственном финансировании. И в дальнейшем правительству Португалии по-прежнему стоит внимательно следить за своими расходами. Но, наверное, Португалия будет фокусировать на бюджетах и на общественных финансах. И структурировать, что Португалия должен быть очень фокусированным, чтобы избавиться от потенциалов. Как вы думаете, какими могут быть последствия от программы количественного смягчения и программы ABS? Есть две программы закупок. Программа по закупке государственных облигаций и программа по закупке ценных бумаг, которые обеспечены активами. Цель первой программы заключается в том, чтобы снизить стоимость финансирования для банков. И в том случае, если Европейский центральный банк будет покупать государственные облигации, то процентная ставка, по которой банки оплачивают финансирование, будет снижена. Таким образом, банки смогут себя финансировать дешевле. И это может привести к тому, что увеличится количество предоставленных кредитов. Вторая программа по закупке ABS заключается в том, чтобы освободить баланс по активам, что также будет способствовать росту кредитов. Основная цель этих двух программ заключается в том, чтобы увеличить число кредитов. Одна работает посредством обязательств, а другая – посредством активов. Вопрос заключается в том, есть ли такой спрос на эти кредиты. Но согласно недавней статистике по кредитам, которые провел Европейский центральный банк, отмечен довольно высокий спрос со стороны корпоративных компаний. Также в последнее время банки сократили свои кредитные стандарты. Европейский центральный банк намерен повысить меры стимулирования по кредитованию, используя одну из этих двух программ по закупкам. Я думаю, что спрос со стороны корпорации будет довольно высоким. The fact that the ECB now takes measures to stimulate credit with these purchase programs might be matched by the demand of corporations. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. На сегодня все. Оставайтесь в Дукоскопе. У нас еще много других эксклюзивных интервью. До свидания. Продолжение следует...